Много из беседы святителя Иоанна Затаусова о будущем суде. Многие из находящихся среди нас людей, будучи пленены плоти и порабочены обстоятельствами настоящей жизни, полагаясь, что затем ничего не будет, и ссылаясь на большее человеколюбие, говорят, что нет ни наказания, ни мучения. Так вот, если Бог человека любит, каков он есть, действительно, то всенепременно он и праведен. Если же праведен, то каким образом не было бы справедливо, чтобы подвергнут был наказанию тот, кто, насладившийся сначала тысячу благ, потом совершил достойное наказание и не соделался лучше, нет угроз, нет от благодеяний. Ведь если вникнешь в правду, то найдешь, что по силе правды нам скорее следовало бы с самого начала и тотчас же быть наказанными. И даже было бы человеколюбиво, если бы мы потерпели и то, чего не случилось. Если кто обижает ни в чем не повинного, то по закону правды несет ответственность. А если кто не только обижает, но каждодневно своими поступками огорчает благодетеля, оказавшему тысячу благодеяний, единственное по своему побуждению, а не воздаяние за полученное добро, то какого он будет достоин снисхождения? Как, скажи мне, ты не страшишься, произнося такую дерзость и утверждая, что Бог человеколюбив и не наказывает? А если накажет, то по-твоему окажется уже нечеловеколюбивым? Почему же, скажи мне, ты, согрешая, не желал бы быть наказанным? Разве он не предупредил тебя обо всем? Разве не угрожал? Разве не вспомоществовал? Разве не совершил многое для твоего спасения? Если жлые не наказываются, то иной, быть может, скажет, что и добрые не увенчиваются. В таком случае, где будет человеколюбие и праведность Божия? Итак, люди, не обманывайте себя. Причаемый дьяволом, потому что все это его дьяволом мысли. Если и судьи, господа и учителя добрых награждают, а дурных наказывают, то как было бы сообразно, если бы у Бога совершалось, а наоборот? Если бы добрые и злые удостаивались одного и того же, когда бы уже и злые отстали от зла? Поэтому и говорится дальше здесь, сокращенно беседно, дальше говорится, что каждый, и как говорится в Евангелии от Иоанна, всем нам должно предстать предсудилище Христово и быть судимыми, сообразно делал, что делал, какие живя в теле, добрые или худые. Аминь. Аминь. Сейчас начинается у нас вечерняя. Сразу и...